В Сургуте разгорелся конфликт между муниципальным пассажироперевозчиком компании СПОПАД и субподрядчиком трех маршрутов 45, 47 и 13 ООО «Центр». С 1 мая контракт на перевозку горожан этой фирмой не был продлен. Как сообщил в своих соцсетях руководитель ООО «Центр», с этой даты без работы остались 194 сотрудника компании. Причина разрыва контракта лежит в стоимости его выполнения. Изначально СПОПАД предложил взять эти маршруты, а 45 и 47 являются одними из самых популярных, по цене 210 рублей за километр. В «Центре» назвали свою цену не менее 230 рублей. Сегодня руководитель муниципального предприятия пояснил журналистам, что выполнить такие условия невозможно. Он также добавил, что субподрядчику до 30 апреля было предложено несколько вариантов договора. Окончательная сумма в 220 рублей за километр также не устроила частника. Продолжать сотрудничать на условиях городского предприятия не захотел сам субподрядчик. Добавим, 30 апреля срок продления наступил для четырех подобных транспортных компаний. Три из них продолжили сотрудничество с ООСПОПАДом. Пронять экономику одного из главного предприятия в городе в пользу коммерческого перевозчика, ну, давайте говорить правильно, это невозможно и неисполнимо. Если мы сейчас будем делать все в интересах одного коммерческого перевозчика, ну, наверное, настанет когда-то какой-то день, когда я соберу всех своих сотрудников и скажу, извините, мне вам нечем зарплату заплатить. Потому что я вот всей душой и сердцем поддерживал одного коммерсанта. Тем не менее, с 1 мая три названных маршрута продолжают выходить на линию, только уже силами СПОПАДа. Недавно предприятию поставили партию из 30 новых автобусов. Еще 11 компания приобрела у нижневартовских коллег. Их планировалось направить на социальные маршруты, но с учетом изменившихся обстоятельств теперь они курсируют по направлениям центра. Александр Попов также акцентировал внимание на том, что готов взять на работу сотрудников субподрядной организации. С мая зарплата водителей городского перевозчика выросла. В среднем теперь водитель будет получать 110 тысяч рублей.